Шаром, дорогие друзья! В нашей недельной главе Итро происходит великие события, которые еврейский народ так сильно ждал. Евреи получают Тору на горе Синай. Перед этим написано в Торе, весь народ, как один, ответил, все, что говорил Господь, мы исполним. Я хочу привести вам очень важный комментарий на эту фразу, который принадлежит известному раввину, лектору и одному из выдающихся духовных наставников последнего поколения по имени Рав Шимшун Давид Пинкус. В этих строках, пишет Рав Шимшун, описывается величественное событие на горе Синай и прекраснейший подарок, который мы получили – Тора и заповеди. Из всех заповедей, которые мы получили на горе Синай, самая главная и самая чудесная заповедь – изучение Торы. Как сказано в «Нефишахайм», «Нефишахайм» – это великая книга. Право Хайма изволожено одного из самых выдающихся учеников вильнюсского Гаона. Цитирую книгу «Нефишахайм». Более того, Тора обладает большим светом и большей святостью, чем все заповеди вместе взятые. Даже если человек выполнил все 613 заповедей в совершенстве, и тогда он становится всеми частями тела своего, истинным носителем божественного правления мира, достойным того, чтобы озариться высшей святостью всех заповедей, тем не менее, нет никакой пропорции между силой света и святости заповедей и силой света и святости Торы, которые проливаются на человека, занимающегося ею подобающим образом. «Ведь корень святости Торы невероятно выше корня святости и высшего света всех заповедей». На этом заканчивается цитата из книги «Нефишахайм». И продолжает Рафпинкус. «Причем все чудеса, заложенные в изучении Торы, не являются уделом лишь великих мудрецов, знающих всю Тору целиком. Как известно из слов наших мудрецов, Иерусалимский Талмуд, трактат Пеа, говорится в Иерусалимском Талмуде, заповедь изучения Торы выполняется каждым словом, которое человек учит. То есть, каждое слово – это сама по себе великая заповедь, равная всем остальным вместе взятым, и в ней есть все величие силы Торы. «Нам следует знать, что Тору не давали в подарок всем подряд», продолжает Рафпинкус. «Мы удостоились ее потому, что приняли со своей стороны. Только когда мы приняли на себя бремя Торы и сказали, что все, что говорил Господь, мы будем исполнять и понимать, тогда мы удостоились ее». Точно так же и сегодня. Удастся ли человеку приблизиться к Всевышнему и удостоиться Торы, это зависит от того, насколько решительно он принимает на себя бремя Торы. В особенности в те часы, которые он установил себе для учебы. Он должен самоотверженно стараться, чтобы они были полностью посвящены Всевышнему, чтобы никакие заботы не могли быть причиной отмены уроков. И насколько он будет крепок в этом решении, настолько Всевышний поможет ему и снимет с него все заботы. «В этой главе мы читаем о принятии Торы», продолжает Раф Пинкус. Так что это замечательная возможность установить для себя распорядок дня, выделить определенные часы для изучения Торы и охранять их, как зеницу ока. «И Всевышний поможет». Таковы слова Рава Шимшина Давида Пинкуса. «Да будет угодно Творцу, чтобы весь еврейский народ осознал эти слова, прочувствовал их всем своим сердцем и реализовал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова